Нам в редакцию прислали вопрос про чаевые. Такой вопрос. Как обстоит культура с чаевыми в персоне? Слушай, ну давай начнем, потому что много... Я прям помню, и 20 лет назад, и 15 лет назад меня спрашивали про чаевые. Чаевые – это важная составляющая признания клиентам своего мастера. Я всегда даю чаевые. Меня очень расстраивает в связи с тем, что мы всегда все на картах, что я не всегда имею такую возможность, редко, но я стараюсь, я тебе прям покажу в кармане носить. Я сейчас проводил собрание в салоне, и у меня было чуть больше денег, и я купил в салоне шампунь, отдал там... У меня было 500 и еще 200. Но вот у меня всегда 100, 50, и какая-то наличность всегда есть в кармане. Я чаевые плачу где-то 10%, ну, 10% минимум. А ты всегда платишь чаевые или за качественное обслуживание? Вот понравилось обслуживание зарплатить? Всегда. Но вопрос я могу... Ты понимаешь, ведь неплата чаевых может быть расценена, где есть такая культура, как унижение мастера. Поэтому я плачу всегда, но я могу сказать со словами, что, слушай, ну, сегодня было никак... У меня была здесь такая ситуация, прям у моего мастера и администратора. Я был недоволен. Я заплатил мастеру все равно чаевые, но высказал в достаточно корректной форме свое недовольство. И мастеру, и администратору. Поэтому вопрос чаевых – это признание за время, за старания. И чаевые как раз, на мой взгляд, дают повод дать обратную связь, чем я недоволен. Ну, получается, что последний вот твой опыт не дал обратной связи, кроме как словом. Ты же все равно заплатил чаевые. Поверь мне, это слово работает... Да? Да, в следующий раз все было хорошо. Поэтому чаевые, мне кажется, это часть культуры сервиса обслуживания. Это нормально. Мастера, я знаю, что манипулируют, ну, манипулируют так же, как и гость чаевыми. Ну, например, если я пришел к мастеру первый раз, и я хочу к нему вернуться, я даю тебе чаевые. Здесь важно парикмахеру эту логику понять. Если тебе клиент дает чаевые чуть больше, это значит, он как бы тебя ангажирует, приглашает на следующее посещение. Если он тебе не дает чаевых, что-то ты недоработал. Мастеру к чаевым тоже стоит относиться внимательно. Потому что если я как мастер беру чаевые, и клиент мне взаимно интересен, я сделаю ему подарок. Я возьму шампунь, ну, или какое-то там что-то с полки, или пробник, и сложу ему в сумку, либо подарю. Либо за свой счет сделаю скидку. Я дам клиенту знак, что он мне тоже интересен. И так рождается контакт на второе посещение. То есть я даю подарок, отвечаю взаимности на чаевые, и, например, записываю на второй визит. Это нормальный контакт. Да, но второй визит – это вообще отдельная история. Когда там сразу на второй визит, уже в любом случае он обязан к тебе. Слушай, ну, это как свидание. Ну, ты пригласил девушку на свидание, ты на первом свидании сделал ей комплимент, цветы пригласил. Если она тебе нравится, ты делаешь следующий шаг. Ты делаешь какой-то подарок, ну, просто это в культуре человечества. Ну, и мне кажется, чаевые – это часть нашей субкультуры. Ну, и бьюти-бизнеса в том числе. Я тут ходил вот неделю назад на эпиляцию ноздрей, волосы. Первый раз. А у меня есть триммер, и уши, и нос. Я делал триммером. И тут я подумал, слушай, я слышал, что есть услуга удаления волос из носа. Пришел, это был Вакс энд Гоу, рядом с персоной находился. В персоне нет такой услуги. Я сделал маникюр и педикюр в персоне и прямо в соседнюю дверь. Мне все понравилось. Не очень, ну, я слишком придирчив к сервису. Я оставил мастеру чаевые. Мне пришел запрос на отзыв, и я в отзыве отметил мастера и дал небольшие комментарии по тому, как мне хотелось бы, чтобы меня обслужили. Но мои чаевые... Да, и я записал имя мастера. То есть теперь я онлайн-записью запишусь в салон, но буду стремиться попасть вот к этой девушке, потому что, а, мне было не больно, мне было комфортно. Я чувствовал ее стеснение. Первый визит мужчина. Ну, есть тонкая, ну, такая грань. Ну, она молодая девушка стеснялась. Но что мне не понравилось? Удаление волос в носу, там есть две стадии. Более поверхностная и глубокая. Глубокая удаляет защитный слой волос. Я был вынужден спрашивать девушку мастера про удаление. Она мне готова была ободрать все. Это и парикмахеров интересуется. Но я спросил, слушайте, я читал, что не рекомендуется. И тут она, ни она не инициировала. Она говорит, да, вообще, вам достаточно будет убрать поверхность, ну, внешний, не залазить глубоко. Вот, конечно, во мне хотелось ей сказать, почему же ты, зараза, не предупредила меня? Ну, потому что она уже у меня был этот валик в носу. Вот, понимаешь? И, ну, но это не только ее косяк, но и косяк салона. Для парикмахеров это, ну, это тоже все годится. Ну, мы хотим, я сейчас как клиент говорю, я хочу диалога со своим мастером. И чаевые я плачу не за стрижку. Я плачу за контакт, за тепло, за заботу, за внимание ко мне, как к человеку. Вот это важно. Я чаевые плачу не за качественную стрижку. За качественную стрижку я плачу по прайсу. Но если мастер ко мне внимателен, как к человеку, я ему интересен, как гость и как клиент, я чаевые плачу за это. Ребята, запомните это. И можете поставить эту часть два раза. Конечно. За что клиент платит чаевые, а за что он платит по прайсу. Вот эта ясность, ну, она, мне кажется, очень и очень важна. Важна. Продолжение следует...